Здравствуйте, уважаемые магистранты, а также все те, кто заинтересован в том, чтобы узнать больше о курсе информационной технологии в теплоэнергетике. Вам, в частности, представляется лекция 4 соответствующего курса, и эта лекция посвящена классификации программного обеспечения. Вы знаете, в общем-то, эта классификация программного обеспечения, наверное, не менялась достаточно долго. Я преподаваю нечто, связанное с информационными технологиями. Можно сказать, следя за изменением структуры, классификации программного обеспечения, но особой сильной разницы того, что было где-то, наверное, 10 назад, 20, как и сейчас, особо сильной разницы нет. То есть, структурно, в общем-то, все остается такое же, как и было, а единственное, конечно, идут некие совершенствования, будем так говорить, увеличение возможностей, но в целом классификация достаточно однородная. Что же здесь можно сказать с этой точки зрения? Ну, будем так говорить, классификационных схем достаточно много. И вот сейчас, видимо, есть такое понятие программные средства общего назначения. То есть, универсальные, всем нужны и так далее. Но, в первую очередь, надо отметить, что это прикладные программы. Так называемые прикладные программы общего пользования. И здесь, ну, будем так говорить, что является в первую востребованную очередь. Конечно, Office со всеми его атрибутами. Значит, соответственно, Word, Text, Access, PowerPoint и так далее. То есть, нужно всем, всеми используется, всеми востребованно. Ну, скажем, что это такое, в любом случае, так или иначе, это будем говорить, текстовая информация. Вместе с тем, такую же популярность имеют графические редакторы, графическая информация, программы, связанные с графической информацией. Ну, и, соответственно, здесь востребованности меньше, потому что, ну, в общем-то, сами по себе рисунки и так далее, их редактирование переводится к меньшему количеству людей, к меньшему количеству пользований. Ну, и, соответственно, получается, что востребованность этого типа прикладных программ в меньшей степени. Многие, скажем, о профессиональной графике слышали только, может быть, название. Вполне достаточно простых, стандартных графических средств для выполнения практически любой задачи. Ну, это, если, конечно, речь не идет о каких-то профессиональных востребованностей. Следующая, ну, в общем-то, можно сказать, классификация по востребованности, это так называемый СУБД. Система управления баз данных. Ну, и здесь, что это такое, ну, вы, наверное, представляете, что это набор средств программного обеспечения. И здесь существуют необходимые модули, которые связаны с УБД, которые управляются с УБД. Ну, и, соответственно, используются в той или иной виде, как варианты, может быть, технологического управления, так и другого, более расширенного. И, соответственно, имеющие самые-таки широкого формата функции. В общем-то, я не буду, в общем-то, дальше удаляться, углубляться в вопросы того, какие существуют программные средства общего назначения универсального. Ну, пару слов о программных средств специального назначения. Ну, понятно, что в каждой профессиональной деятельности существуют свои какие-то специфики, которые должны учитываться, соответственно, в этих специализированных средствах. Ну, вместе с тем, существует также общая канва, которая связана с этими средствами, в частности, например, так называемое понятие экспертной системы. То есть, что это такое? Это программа, которая ведет себя подобным эксперту в некоторой узкой прикладной области. Причем, значит, эта программа является, ну, скажем так, элементом искусственного, это программа искусственного интеллекта. То есть, нельзя сказать, что здесь он прямо, скажем, во всей своей красе представлен, если речь идет о экспертной системе. Ну, вместе с тем, элементы искусственного интеллекта здесь однозначно прослеживаются. Если говорить о основных модулях экспертной системы, то здесь речь идет о модуле базы знаний, модуле логического вывода, ну и, естественно, интерфейс с пользователем. Причем, значит, здесь речь идет не просто об интерфейсе, а о так называемом интуитивно понятном интерфейсе с пользователем. Соответственно, кроме этого, существуют другие средства, которые тоже можно уже отнести к специализированным средствам. И, в частности, может быть, это покажется странным, но существуют и поисковые системы, как я уже говорил, которые ориентированы на конкретную профессиональную деятельность. То есть, не общего характера, как, к примеру, мы привыкли, а профессионально ориентированную. Теперь дальше я хотел бы упомянуть также о сервисном программном обеспечении. Вообще, в принципе, раньше, когда, в частности, выдавалась классификация программного обеспечения, скажем, моментом, который касается системного программного обеспечения, уделялось очень большое внимание. Ну и здесь речь шла о утилитах, описаниях. Но сейчас их каждый описывает, их функционала смысла никакого нет. Важно, что их количество, естественно, резко возросло. И, будем так говорить, здесь я бы даже, значит, не стал уделять внимание каждой отдельно взятой, допустим, утилитой программке, я, значит, сказал пару слов о том, что существует, будем так говорить, класс бесплатно программного обеспечения и класс условно-бесплатного, так, а также рекламно оплачиваемая дверь и коммерческого программного обеспечения, коммерческого. Так, ну, в общем-то, можно сказать так еще, что, значит, в интернете выдаются, в общем-то, как бы три варианта по степени готовности программного обеспечения, альфа, бета и так называемые RC, Release Candidate. Вот альфа, это, будем говорить, это предварительная самая версия какого-то программного обеспечения. Потом идет, соответственно, бета-версия, значит, ну, это, в общем-то, в ней выявлены какие-то грубые ошибки. Ну, и Candidate, Release Candidate, это уже практически готовое программное обеспечение, которое, можно сказать, что является, значит, практически неменяемой, неменяемой в дальнейшем, и, значит, можно сказать, что это готовая версия. Вот, как бы, основные понятия по вот этим позициям, по позициям классификации программного обеспечения. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...